Настойчивым стуком в дверь хозяина вот этой квартиры по улице Кирова в Адлере сегодня разбудили судебные приставы. Искали прописанного здесь должника. Он недоплатил государству в виде налога на транспорт около 80 тысяч рублей. Злостного неплательщика в квартире не оказалось. Он здесь не проживает, рассказал хозяин. Раньше был прописан и то временно. Я не общаюсь с ним уже года два или три. Друзья были, знакомые. Мы пересекались по работе. Застать должников дома, говорят судебные приставы, дело непростое. Одни скрываются, другие живут не по адресу прописки, третьи и вовсе уехали из города. Хозяйке вот этой трехэтажной частной гостиницы на улице Крупской судебным приставам тоже застать не удалось. Но дома была ее близкая родственница. То, что двоюродная сестра систематически не оплачивает налог на транспорт и уже накопила долг в 71 тысяч рублей, женщина не знала. Между тем, в трехэтажной гостинице немало отдыхающих. То есть доход у хозяйки дома есть, но почему-то налоги она оплачивать не спешит. Получается, за 10 дней вы оплатили 10 тысяч, правильно? За двоих. За соседку и за себя. Судебные приставы описывают имущество должницы. У хозяйки гостиницы теперь есть 10 дней, чтобы оплатить транспортный налог. Если, соответственно, в течение 10 дней долг не погашен, это имущество передается на реализацию и уже с торгов полученную сумму мы отправляем в счет погашения задолженности. Только в Адлере на исполнении судебных приставов находится около полутора тысяч производств. В общей сложности неплательщики задолжали около 22 миллионов рублей. Процентов 60-70 платится, конечно же, исправно. Есть процент нерадивых плательщиков, которые уклоняются от уплаты налогов. Налоги в основном это транспорт, имущество и земельная собственность. Всего же по городу в виде налогов сочинцы недоплатили десятки миллионов рублей. А именно эти средства формируют городской бюджет. То есть, в том числе и сами сочинцы виноваты в том, что задерживается решение важных социальных вопросов. Например, ремонта дорог, газификации или строительства школ и детских садов.